К другим темам. Дорога в Тундрино практически готова. Дорожные строители вышли на финишную прямую и со дня на день завершат укладку асфальта. Стоит отметить, что подрядчику удалось всего за два месяца оставить за собой почти 27 километров нового асфальтового покрытия. Больше тысячи тонн асфальтобетона за смену дорожники успевают уложить на этом участке строительства. 26 километров от разъезда в сторону Тундрино уже позади. Осталось каких-то 600 метров. И безупречно ровный новый асфальт дойдет до нулевой отметки. Причем строят подрядчики эту дорогу с опережением графика. По контракту у нас где-то в районе сентября. Я думаю, что к концу августа уже примерно будет 90% готовности объекта. Я думаю, что мы сдадим вовремя. По проекту здесь укладывают однослойный асфальтобетон на щебеночной подушке. И при правильной эксплуатации, по словам строителей, дорога легко прослужит и 10, и 12 лет. Поэтому связь с ближайшими городами, нефтьюганском и сургутом, и местному населению, теперь уже можно с уверенностью говорить, обеспечена на все 100. Интересен тот факт, что еще 5 лет назад, когда собственно и встал вопрос о строительстве дороги в Тундрино, на общем собрании 40% всего местного населения проголосовало категорически против этого самого строительства, уповая на то, что вездесущие горожане нанесут вред местному укладу и уникальному урочищу Тундринский бор. Зато сегодня столь критично настроенных людей здесь найти практически невозможно. Местные студенты по выходным приезжают к родителям, а у предпринимателей и вовсе открылось второе дыхание. До ближайшего города, того же нефтьюганска, им теперь всего 30 минут пути. Но на сегодняшний день мы уже пользуемся этой дорогой. Спасибо строителям, что заботились о нас, всегда шли навстречу. Даже в самые трудные моменты они оставляли полосу для проезда населения. Сразу после укладки асфальта строители возьмутся за отсыпку бордюров и установку знаков. Единственное, что им пока не дает завершить начатое, так это пойма местной речки, где из-за разлившейся воды дорожники пока не берутся за укладку в районе разъезда от основной трассы. Но это дело времени. На том участке работы останется максимум на два дня после того, как отступит вода. Виталий Туропов, Александр Бабаев, телерадиокомпания «Север».